Добро пожаловать на канал Умелый Терем. С вами Иванова Галина. И сегодня я вам покажу, как сделать вот такие гвоздички из бумаги. Я перебрала много вариантов. Этот, мне кажется, наиболее реалистичный. По ходу мастер-класса я покажу несколько вариантов, как их можно делать. Вы сможете выбрать тот, который вам больше понравится. Понадобится 7 кружочков. Я беру каждый диаметром 7,5 см. Хотя можно брать разные диаметры. Складываю наполовину кружок. Еще раз наполовину. И третий раз наполовину. Примерно посередине этой детальки делаю вот такой косой надрез. И еще по одному в обе стороны от него. Вот так. И срезаю крайний уголок. Переворачиваю детальку. И теперь делаю вот такие разрезы. Чтобы получились такие острые уголочки. Вот такая деталька получается. Вот здесь делаю посередине. Разрезаю. Разворачиваю. И разрезаю дальше по тем сгибам, которые есть. Разворачиваю полностью. И здесь еще разрезаю. Как вы видите, разрезаю не полностью. Я беру шпажку и вот так вот эти лепесточки придаю им вот такую форму. Прокручиваю вокруг палочки. Вот таким образом можно взять кисточку, ручку от кисточки. И так на каждом лепесточке. Вот такая получилась деталька. И так делаю с каждым кружочком. Теперь деталь складываем наполовину. Так, чтобы эти завитки были снаружи. И начинаем вот так скручивать деталь. И наношу сюда клей и сразу ее склеиваю. Я использую густой столярный клей ПВА. Следующий кружочек тоже складываю наполовину. И его, вот где остановились, так скажем, и его дальше вот так по кругу приклеиваю. Сейчас вам покажу. Вот так. И смотрю, чтобы они были... Вот этот уголок лег в середину. И вот так приклеиваю вторую детальку. И сюда же, где вот остановились, приклеиваю следующий кружочек. Вот так друг за дружкой. Продолжаю сворачивать вот эту гвоздичку. Вот сюда. Прижимаю, даю немножко время, чтобы подклеилась следующая деталь. Обкручиваю дальше. Вот здесь остановились, где третий кружок приклеила. И дальше приклеиваю четвертый. Так же все идет по кругу. И скоро покажу вам второй способ, как можно по-другому немножко их собирать. Здесь вот я установилась. И пятый сюда же подклеиваю кружок. Дальше можно продолжить, в принципе, таким же цветом. Ну, у меня получилось, что не хватило кружочков одного цвета. И я попробовала добавить сюда другой цвет. Ну, и получилось довольно интересно. Поэтому делаю такие двухцветные сейчас. Вот так сейчас выглядит цветок. Но я сюда подклею еще два таких кружочка поярче. Вот где остановилась. Вот видите, у меня они так, как бы закрывают предыдущий ряд. Даю время, чтобы они хорошо приклеились. И добавляю следующий лепесток. И вот сюда еще один приклеиваю. И дам время, чтобы хорошо приклеились. И вот получилась такая гвоздичка. С этой стороны вот так. И теперь сделаю к ней чашелистик. По-моему, так называется правильно. Если нет, поправьте в комментариях. Для него беру квадратик со стороной 6 см. Ах да, еще обещала вам показать второй способ. Давайте уже закончим, так скажем, с бутонами. Смотрите, второй вариант, как можно делать этот цветок. Таким способом я делала вот эту гвоздичку. Все кружочки вот так вот скручиваем и склеиваем, как делали вот этот центральный бутончик. Она у нас будет в середине. А дальше сюда по кругу приклеиваем вот эти вот уже скрученные детальки. Можно приклеить сюда 5 или 6. Вот сюда я приклеивала по кругу 5. И потом еще сделала ободок, как уже показывала, из двух контрастных кружочков. Можно таким способом сделать гвоздичку. Попробуйте, посмотрите, какой вам нравится больше. Мне, наверное, немножко больше нравится вот этот первый способ. Итак, теперь делаем чашелистик. Здесь все, в принципе, просто. Складываем квадрат по диагоналям, разворачиваю, переворачиваю на другую сторону. И теперь складываю по серединам сторон. Беру вот таким образом и свожу к серединке. Базовая форма двойной квадрат. Теперь каждую сторону, вот отсюда, где у нас глухой закрытый угол, сгибаю каждую сторону к середине. Все четыре уголочка. И еще разочек складываю. Для чашелистика можно взять более тонкую бумагу. Будет чуть попроще складывать. Ну и цветная для принтера, в принципе, подходит. Вот такая деталька получается. И теперь раскрываю вот эти уголочки. И раскрываю саму деталь. Вот так их немножко сюда отворачиваю. И вот сюда вот так приклеиваю. И получается вот такая очень симпатичная, на мой взгляд, гвоздичка. Мне она очень нравится. Мне кажется, она очень напоминает живую гвоздику. Вот эту гвоздичку я сделала трехцветную. Кстати, напишите мне, какая из них вам нравится больше. Двухцветная, одноцветная или такая вот трехцветная. Здесь у меня было три детальки бледно-розовые, две более насыщенно-розовые и две фиолетовых. Получилась вот такая гвоздичка. А вот эта гвоздичка полностью розовенькая, одноцветная. И здесь я использовала девять деталей. Она получается такая более плоская с обратной стороны. И можно удобно ее приклеивать. Если, например, там где-то на открыточку или на фотожону, очень удобно будет ее приклеивать. Если вам нравятся мои мастер-классы, друзья, подписывайтесь на мой канал и проверьте, нажат ли колокольчик. Так вы точно будете получать уведомления о выходе новых видео. Кстати, я планирую показать, как я буду эти цветочки использовать в дальнейшем. Также я провожу прямые эфиры, в которых вы можете со мной общаться в онлайн-режиме, задавать мне вопросы. Я на них отвечаю, если тоже интересно. Так что присоединяйтесь. Ну и увидимся в новых видео, друзья. Пока!